Факир был пьян, фокус не получился Как сказал еще раз, уронишь, а потом поймаешь Последние попытки Так всегда бывает А нет, сейчас сделаем Там Рома сзади, как талисман, рвет в гирю Да ладно, я думал, ты поймал Все или еще больше? Да, все очень плохо Или больше Видео, тело нормально Чуть выше на этот вопрос Миска ловил Из-за этого, если было где-то здесь, я бы ее поймал Повыше О, мужик Давай так Что не сделаешь, да? Да, да Дай камеру Оценки Девять и девять Девять и восемь Оценки, ну давай Десять Ноль Десять ноль Всем привет Сегодня мы поговорим о дыхании в гиревом спорте И при выполнении упражнений с гирями вообще О его роли О его значении Вы должны понимать, что гиревой спорт является циклическим видом спорта И выносливость является определяющим качеством в гиревом спорте Вот Также выносливость является базовым качеством вообще в жизни Это единственное физическое качество Вот если взять, например, ловкость, силу, скорость, выносливость, гибкость Есть вот пять из самых физических качеств Выносливость в большей степени определяет уровень вашего здоровья То есть если у вас хорошо развито физическое качество Выносливость, значит у вас здоровая кардиореспираторная система Значит вы здоровый человек Итак, каким должно быть дыхание? Во-первых, дыхание должно быть непрерывным То есть не должно быть перерывов между вдохом и выдохом Во-вторых, дыхание должно быть ритмичным То есть ритм дыхания должен совпадать с ритмным движением И также дыхание должно быть неглубоким и часто Это вот четыре положения Если вы их будете соблюдать, значит у вас будет все хорошо Лучший пример, который мы можем взять из природы Это вот такое мое сугубо-личное мнение Это дыхание бегущей собаки Вот собака, когда бежит, она дышит вот именно так, как должен дышать гиревик Или любой представитель циклического вида спорта То есть она дышит непрерывно Она не делает перерывов между вдохом и выдохом Она не делает никаких задержек дыхания Ритм дыхания бегущей собаки совпадает с ритмом ее шагов И она дышит неглубоко и часто В качестве примера рассмотрим жим Как наиболее простое упражнение с гирем Жим можно разделить на две фазы Подъем гири вверх и опускание вниз И проще всего сделать один цикл дыхания во время первой фазы И один цикл дыхания во время второй фазы То есть вот так То есть разбиваем движения на фазу Так же как фазу можно сделать фиксацию То есть фиксацию можно сделать отдельной фазой этого упражнения То получится здесь мы можем ставить три цикла дыхания Если взять какое-нибудь упражнение сложнее, чем жим по своей структуре Например, трастер Трастер также можно, в зависимости от темпа, в котором вы его собираетесь выполнять Можно разбить на фазы Например, если трастер выполнять в быстром темпе То здесь тоже получается два фазы движения и два цикла дыхания То есть на вдох-выдох делаем опускание И на вдох-выдох делаем подъем Если мы хотим немножко растянуть удовольствие и сделать более длинный подход То отдельной фазой можно также сделать фиксацию То есть будет это выглядеть вот так Если во время трастера вы устали Или, например, вы хотите растянуть удовольствие еще на более долгий период То можно разбить на большее количество фаз Например, сделать отдельная фаза приседания, отдельная фаза жима, отдельная фаза фиксации То есть получится здесь уже пять циклов дыхания Вот, например, начинаем сверху Опускание гири вниз на грудь Присед Потом встаем из приседа Жим Фиксация И так далее Это что касается таких вот чисто силовых упражнений, то есть приседы, джимы Итак, мы рассмотрели два варианта силовых упражнений То есть упражнений, в которых отсутствует мах как элемент Сейчас рассмотрим несколько маховых элементов Ну, начнем с обыкновенного маха Обыкновенный мах можно разделить на две фазы Это мах вперед и мах назад Ну и, соответственно, на два цикла дыхания Вдох-выдох во время маха вперед и вдох-выдох во время маха вперед В этом случае, по моему мнению, будет неправильно, если вы будете дышать, например, на выдох делать мах назад и на вдох делать мах вперед Это такая достаточно характерная ошибка для многих начинающих спортсменов В этом случае я себя, можно сказать, обкрадывал в отношении объема кислорода, который поступает в мой организм И это в конечном итоге негативно сказывается на моей работоспособности Еще в качестве примера можно рассмотреть какое-нибудь сложно-координационное, комбинированное упражнение с использованием гири Ну, например, возьмем подъем переката Подъем переката можно разбить на четыре фазы Вот если его выполнять из положения подхвата двумя руками над головой То можно разбить на четыре фазы Первая фаза – это когда мы опускаемся в положении приседа и гири опускаем на грудь Вторая фаза – это перекат назад Третья фаза – это перекат вперед И четвертая фаза – подъем из приседа, то есть трастов Возвращение опять в исходное положение Если это упражнение выполнять в более медленном темпе, то можно добавить еще два цикла дыхания Если рассмотреть, как отдельные фазы – это задержку в стойке на лопатках и задержку в положении фиксации Подъем miejsce Сбегая ш rendка Еще раз хочу подчеркнуть важность дыхания как составной части выполнения упражнения. Дыхание во всех циклических видах спорта, в том числе и в бельевом спорте, определяет вашу работоспособность. То есть вы должны обеспечить максимальное количество кислорода в своем организме во время выполнения упражнения. Поэтому дыхание должно быть, я еще раз повторюсь, непрерывным, ритмичным, неглубоким и частым. На этом я с вами общаюсь. Спасибо за то, что досмотрели ролик. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Занимайтесь гирями. Гиря – вершина пирамиды железного мира. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА